Добрый вечер! Первый новогодний выпуск программы «Спортлуб» мы начинаем в Новокуйбышевске, в плавательном бассейне «Дельфин». Ёлки на воде, единственной в России. Сегодня исполнилось 20 лет. А находимся мы в бассейне у нашего лучшего друга Юрия Александровича Ганина, директора этого прекрасного спортивного комплекса. А рядом по соседству с плавательным бассейном «Дельфин» появился еще один физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан». И тоже лучший в стране. Два года назад начали строительство комплекса «Финские строители». А завершили его уже хозяева, работники Новокуйбышевского нефтеперабатывающего завода. И посмотрите, какой в итоге получился дворец «Красавец» всем на загляденье. Так и хочется одеть спортивную форму и выйти на площадку. Здесь есть и свой бассейн, и сауны, и шикарное цветное табло, и даже комментаторская кабина, откуда в начале февраля мы будем вести репортаж об очередном туре в бывшей лиге по влейболу, в котором принимает участие новокуйбышевская команда «Октан». Давно не видел подобного нигде. Должен сказать, что начиная с 1986 года побывал на многих волейбольных соревнованиях. «От чемпионатов Европы, мира, до клубных соревнований во всей Европе, в Южной Америке, в Азии. Но зал здесь один из самых лучших из всего, что я видел. Это действительно суперзал. Осталось только дело за суперкомандой». Вот таким красочным было открытие нового «Октановского комплекса». А сколько зрителей собралось, гостей, спортсменов-волейболистов. И все были от него в восторге. «Мы закончили это строительство, я уже сказал, мы финнов убрали, завершили сами. И завершили лучше, чем было спроектировано. Это видно всем. Но люди только довольны, что есть в городе такое сооружение». «Свершилось то, чего очень долго ждали, и то, что рождалось в муках. Просто когда смотришь на это сооружение, и завидуешь такой завистью вот тем нам, тому поколению старым спортсменам, которые, конечно, тренировались, играли не в таких условиях». «Я очень рад, завидую белой зависти у моего коллеги, прекрасному администратору Александру Петровичу Нефедову. Это событие как раз перед выборами у него так произошло. Я знаю, что его немалая заслуга в том, что вот это событие состоялось. Самое главное, что это будет не только база команды высшей лиги, здесь дети будут заниматься в этом прекрасном дворце. Это самое главное, наверное. Если будут дети, будут юноши, будет заниматься население, будет и команды высшей лиги, и будет она чемпионом России». «А вот когда появится такой прекрасный, шикарный спорткомплекс в Самаре?» «Вы знаете, уже, в общем, многое для этого сделано. Дело в том, что на примерно подобные сооружения закуплено оборудование к Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводам, потому что такие возможности только нефтяники имеют. И нам сейчас надо поднапрячься вместе с администрацией области решить вопрос строительства коробки. Оборудование уже закуплено, на это истрачены деньги. Я надеюсь, что в ближайшие 4 года будет что-то, может быть, подобное, даже, может быть, лучшее». Ну а чтобы волейбольная команда «Октан» радовала своих поклонников, а комплекс стал по-настоящему дворцом здоровья, его по старому русскому обычаю не забыли осветить. Священник местной церкви, отец Владимир, отслужил молебен и дал Божье благословение. И я думаю, что вот это прекрасное сооружение, этот спортивный комплекс, который выстроен в нелегкое время, будет хорошим подспорьем для нашей молодежи. «Все волнуемся. Презентация такого зала, который построен в течение короткого периода времени со сложностями. Конечно, волнуемся, но и рады. Рады, что такое сооружение готово, что такое сооружение готово принять такое количество людей. Все прекрасно, игра. И мы, в общем-то, рады и только благодарны тем людям, которые приняли участие в строительстве подобного комплекса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова